Девочка скаут едва не потеряла голову от приключений. Тонируем. Рисуем рыжие бровки. Девочка захотела сама нанести помаду. Детский румянец ей так идет. За ширмой происходит парикмахерская магия. Минутка, и Линдси превратилась в рыжеволосую красавицу. Густые косички перевязываем бантиками. Ткани пригодятся для нового наряда. Выкройки на готове. Примеряем обновки и подвязываем пояском. На шее платочек, а на рукаве красуется нашивка. Эй, а где моя обувь? Пара надежных кет уже на ножках. Линдси ждет необычное путешествие. Родители девочки сидели в кафе. Мама попивает кофе, а папа читает статью о скаутском лагере. Хм, может отправим нашу дочурку к ним на лето? Отличный план, пусть отдохнет. Увлеченную игрой Линдси прервала мама. Милая, хочешь провести лето в лагере, как взрослая девочка? Мам, я занята, не слышу. Отвлекись, плиз. Нет. Когда зашел отец с формой, Линдси все осознала. А, папочка, не хочу никуда ехать, глупые скауты. Не волнуйся, крошка, в лагере круто, найдешь друзей. Эх, ну не знаю, хотя форма не так и плоха. Вау, как тебе идет форма. Рюкзак готов к путешествию. Удачи, родная. Пока, пап, пока, мам. Смываем макияж. Это Джимми, смелый непоседа. Тонируем кожу, рисуем глазки и бровки. Обозначаем линию роста волос. Из атласных ленточек получается прическа. Ай да, модник. Мальчик завязал скаутский платок. Добавляем поясок. Парнишка готов учиться выживать в дикой местности. Джимми – отважный скаут. Он самостоятельно исследует лес, наблюдает за природой и наслаждается свежим воздухом. Пора устроить пикник. Не зря захватил зефирки. Нужно разжечь костер. Запросто. Чирк камнями и пламя горит. Пока Джимми наслаждается вкуснейшей зефиркой, к нему подбегает голодный гусь. Нет, тебе такое нельзя. Но у меня, кажется, есть зернышки. Могу поделиться. Настоящее единение с природой. Так, этот компас неисправен. Сделаем новый. Ремешок из ака кожи есть. Скручиваем настоящую пряжку. Проделываем отверстие. Теперь компас будет надежно держаться на запястье. Линдси отправилась в магазин для скаутов. Что же внутри? Посмотрим. В коробке была большая инструкция. Следовать по солнцу? Что ж, путешествие начинается. Ох, неблизкий путь. А вот и пляж Калифорнии. Оф, как здесь жарко. Девочка, ты потерялась? Нет, у меня же есть компас. Отдохнув под пальмой, малышка отправилась дальше. В этот раз ее занесло на Северный полюс. Мамонты? Невероятно, какие милые создания. Потом Линдси погрузилась под воду. Папины уроки дайвинга не прошли даром. Коралловые рифы, как красиво. И, наконец, ее поприветствовала овечка. Неужели я в конце пути? О да, долгожданный лагерь. Все только начинается. Пластиковый органайзер окрашиваем в белый. Добавляем красный крест. Внутри аптечки должно быть самое необходимое. Стерильный бинт. Есть рулончик. Ватные диски маленькие и мягкие, тоже упакованы. Теперь антисептик. Бутылочка из трубки вместит достаточно жидкости. Таблетки от отравления всегда под рукой. И, конечно, пластыри. Без них никуда. Нужно иметь их с запасом. Линдси гуляет с другом в парке. Томми увидел камни. Ура, можно попрыгать! Будь осторожен! Прыг-скок и... Ой, нога соскочила с камня. Томми упал и поранился. Ты в порядке? Не переживай, сейчас я все обработаю. У нас есть аптечка. Линдси тщательно промывает ему ссадины, клеит пластыри и бинтует. В следующий раз будь осторожнее. Какой же ты непоседа, Томми. Ты меня спасла. Я не прочь перекусить, но мы далеко от лагеря. Сейчас найду что-нибудь поблизости. Томми осматривает все кусты в поисках съедобных ягод и фруктов. Томми, не ешь их, ты можешь отравиться. Томми объелся ягод и резкая боль пронзила животик. Упс, ты была права. Эх, упрямец, держи таблетку, она поможет. И в следующий раз не ешь всякие гадости. Томми снова чувствует себя отлично. Как хорошо иметь всегда при себе аптечку. Фоамирановый лист пригодится для значков. Вырезаем кружки, а сверху приклеиваем распечатанные картинки. Хватит каждому. Линдси сладко спит. Как вдруг Джимми и Томми связывают ее по рукам и ногам и уносят в лес. Ааа, что происходит? Я пожалуюсь вожатому. Но он уже ждет ребят в лесу. О нет, это что, костер? Успокойся, все хорошо. Рады приветствовать на посвящении. Линдсе вручили значки. Теперь она настоящий член скаутского отряда. Обрезаем коктейльную трубочку. Заклеиваем край. Наполняем пастой. Зубная паста Колгит. Соблюдайте гигиену. Рокси решила посмеяться над друзьями. Сначала она налила пасту в ботинки. Затем испортила печенье. И в конце обмазала лицо подруги. Скорее прятаться. Что у меня на лице? Феи! Крик разбудил соседа. Упс, он стал прямо в ботинке с пастой. Ааа! Проснулся еще один скаут. Вы чего всех будете? Кто-то решил над нами пошутить. Давайте полакомимся печеньем. Поднимем настроение. Но не получилось. И там паста. Кто это сделал? А Рокси лежит и хихикает. Нам понадобится сеточка. Скручиваем каркас из проволоки. Нанизываем сетку и обрабатываем края. Деревянная шпажка послужит ручкой. Кья! Окрашиваем под дерево. Сачок идеален для ловли рыб и бабочек. Девочки отправились тренироваться ловить рыбу. Рокси решила пошалить и бросила в воду камень. Ты что, сейчас всю рыбу распугаешь? Ловись, рыбка. Ура, я поймала. Погоди, несу аквариум. Девочки налюбовались рыбкой, но решили отпустить ее в пруд. Там ей будет гораздо лучше. Плотную ткань стягиваем в мешочек для мусора. Приклеиваем этикетку переработки. К зубочистке добавляем пику. Скорее очищать природу. Посетив заповедник, Джимми впал в отчаяние. Посетители засорили местность. Несчастный петушок запутался лапами в пакете. Не бойся меня, я всего лишь хочу помочь. Другие животные тоже страдают от загрязнения. Джимми приносит вместительный мусорный мешок и палочку. На виду здесь порядок. Парнишка провел несколько часов за уборкой. Фух, готово! О, да! Видимо, сегодня не мой день. Настала очередь Томми. Эх, я никогда не стрелял, но попробую. Ты целишься в небо, нужно прямо в мишень. Томми в испуге отпускает стрелу, и та попадает прямиком в яблочко. О, да! Надо же, оговорил, что не умеешь. Да ладно, мне просто повезло. Сминаем воздушный пластилин. Нарезаем бахрому фоамирана. Ммм, шоколадная крошка. Какие славные печеньки американо. Упаковки хватит, чтобы накормить весь отряд. Скауты отправились в город. В кафе сидят две девочки. Может, они любят сладкое? Попробуем продать печенье им. Мисс, купите печеньки у юных скаутов. Простите, ребят, не взяли наличных. Юноша, напротив, решил произвести впечатление, выкупив у скаутов всю партию и угостив подружек. И девочки, и скауты довольны.